Нам не хватало средств на проведение спортивных мероприятий, миллион добавили. Был министр, были договоренности о том, что вполне возможно, что мы получим современную дорожку, которая из современных материалов, прорезиненных, и на этих дорожках уже можно не то, что проводить мероприятия, а даже она подходит под стандарты, по которым присваиваются спортивные разряды. Мы в этот год сдвинулись и сдвинулись прилично, поэтому я очень рад этому. А преимущества спортсменов вашей школы Олимпийского резерва? Чувствуются какие-то изменения в лучшую сторону? Ну, конечно. Во-первых, у нас два международника, выполнение мастера спорта международного класса в этот год. И это вот там, по-моему, 8 у нас спортсменов этого уровня, два в этот год. И это как бы сильно сказывается. Кроме того, мы чувствуем, что связь с краем, с краевой спортивной школой, связь с министерством спорта, она становится более плотной. И вот по летнему отдыху, к примеру, на сегодняшний день мы в несколькие лагеря заезжаем своими спортсменами. Ну, а то, что школа Олимпийского резерва, мы обязаны результаты давать на определенном уровне. А база для этого создана? Вот все необходимое у вас сегодня есть или о чем-то еще? Нельзя сказать, что все необходимое есть, потому что если брать к стандартам 5 лет давности, как бы это точно все есть. Но стандарты меняются, нормативы меняются, задачи меняются, планка все-таки повышается. От этого стандарт идет выше, мы к нему приближаемся. Нельзя это сделать прям одномоментно, поскольку это финансовые средства. И поскольку мы готовим Олимпийский резерв, средства это приличные. Но год, два, три, как бы мы и этой планки достигнем нормально. То есть вам хватает средств, чтобы поддерживать необходимый вам уровень? На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что средств хватает полностью.